Сейчас это закономерность по обращению, распределению времени. Это самое сердце службы колл-центра, у достигаются все звонки. Проверить, как кипит работа, приехал губернатор края Александр Ус. Ему рассказывают, люди звонят на горячую линию отовсюду. Всех интересует, как обезопасить себя и близких от коронавируса. Меры профилактики применяйте, применяйте меры профилактики. Всегда на связи с жителями 46 операторов колл-центра. Они работают в три смены, готовы проконсультировать каждого. А здесь меньше разговоров. Это центр гигиены и эпидемиологии края. Специалисты словно космонавты, их со всех сторон защищены. И неспроста. Медики самые первые делают тесты и выявляют, есть ли у человека смертельно опасный вирус. Анализы, возможно, зараженных больных поступают сюда из поликлиник и больниц всего края. Мозки, верхние и нижние, дыхательные пути при наличии мокрота и кровь в сыворотках. Мы делаем первичное обследование биологического материала. При положительном результате, либо сомнительных результатах, отправляется в Новосибирский научно-исследовательский институт. Врачи уверяют, все тесты, которые проводят в Красноярске, достоверные. Это значит, что лечение от того же коронавируса пациенты могут получить еще до того, как врачи выставят окончательный диагноз. Это помогает избежать осложнений. Александр Ус также проверил работу лаборатории. А после по видеосвязи пообщался с командой врачей, которые рискуют свою жизнью, чтобы спасти тех, у кого опасную инфекцию выявили. Штат врачей, медсестеры, санитарок вообще не покидают стены БСМП, боятся разнести заразу. Сколько им придется жить в больнице, пока неизвестно. И хочу напомнить одну, так скажем, историю, которая теперь в Италии очень популярна. Итальянские футболисты сказали, что теперь играет одна команда, команда медиков. Но уверяю вас, как бы не развивалась ситуация, у нас будет несколько по-другому. У вас будет большое количество болельщиков, которые будут не только вам аплодировать, но и вам всячески помогать. Чтобы у вас было хорошее настроение, вы почаще улыбались. И вот с этой опасной ситуацией мы справились с минимумами проблем и отрицательных последствий. Спасибо вам огромное. Всем там большой привет и низкий поклон. Все будет хорошо. В свою очередь медики попросили красноярцев поберечься, чтобы не попасть на больничную койку и обязательно соблюдать все меры безопасности. Реже выходить из дома. Екатерина Павленко, Енисей Новости. Продолжение следует...